9 ноября 2011 года в Старомосколе был запущен единственный на тот момент в стране молодёжный канал СМИНК-ТВ. Инициатором его создания стали активисты молодёжного движения «Новое поколение». А осуществить их задумку удалось при поддержке основателя фонда «Поколение» Андрея Скоча. В том же году в областном центре состоялся форум регионального отделения Всероссийского педагогического собрания. Преподаватели из разных уголков региона подвели итоги реализации партийного проекта «Единой России. Модернизация образования». Благодаря совместным усилиям регионального и федерального бюджетов в Белгородской области удалось увеличить заработную плату учителей и улучшить материально-техническую базу школ. 9 ноября 2013 года в Граевроне появилась первая площадка для занятий воркаутом. Превратить обычный двор в тренажерный зал под открытым небом жителям помогли спортсмены из Белгородской общественной организации «Молодежно-спортивное объединение». В этот день в 2014 году на заседании малого правительства был одобрен проект учебного курса «Белгородоведение». В него вошли четыре раздела – история, природа, культура и экономика. В 2015 году он был интегрирован в учебную программу, а также во внеурочную деятельность. В 2016 году на оперативном совещании правительства области обсуждался вопрос организации в окрестностях Белгорода десяти технопарков. Тогда появление индустриальных комплексов было запланировано в селах Беловском, Никольском, Журавлевке, поселках Октябрьский и Полито-Дельский.